Вирусом и хозяин От проникновения патогена И это очень-очень сейчас своевременно Мы говорим о взаимодействии между хозяином и патогеном Вот у нас имеется контраст между патогеном процесса выстояния и хозяином И доминантным драйвером адаптации белков Млекопитающих Вот картина представлена на экране Это прекрасный интересный слайд Внизу показаны иллюстрации Которые показывают дивергенцию между Тем, как белки вирусов взаимодействуют с невирусными белками Есть несколько разных типов изменений Есть между ВИП и невИП Посмотрим на вот эту табличку Я ее обвожу По сути ВИП ВИП Должен очень хорошо консервироваться И соотношение между синонимичными и несинонимичными мутациями То есть генетическими мутациями Которые обладают соответствующими изменениями в аминокислотном составе Мы можем увидеть, что ВИП По сути В основном является несинонимичными Другими словами Они не меняют состав аминокислот Для сохранения консистентных констрейнтов Для того, чтобы вирус мог инфицировать клетки И если посмотреть на специфичную парадигму Например, адаптация аминопептидаза N К чувствительности к коронавирусу Мы можем увидеть, что по сути вирус использует аминопептидазу Сайты гликозилированной аминопептидазы Этого фермента Для того, чтобы войти в клетку И, например, в случае трансмиссивного вируса гастроэнтерита И респираторного коронавируса мышей Внеоклеточный домен этого Этого аминокислотного фермента В нем 22 аминокислоты образуют поверхность контакта с вирусом И для того, чтобы установить тропизм к хозяину Релевантным сайтом является сайт N-гликозилирования И если мы внедрим этот регион в клетки человека В которых нативно отсутствуют эти последовательности Они трансформируют клетки В клетки имеющие рецепторы к коронавирусу свиней Соответственно, это показывает, как вирус и хозяин взаимодействуют и отбирают друг друга Но здесь мы говорим не только о трансмиссивности Генетические факторы Также релевантны относительно тяжести клинического течения заболевания Например, при COVID-19 Как основным Основной генетическим фактором являются последовательности Полученные от неандертальцев в третьей хромосоме Которые составляют порядка 50 кило оснований в размере И носителями которых являются порядка 30% людей в Юго-Восточной Популяции Юго-Восточной Азии И порядка 16% людей европеоидов То мы можем увидеть, что имеется Например, 63% лица Бангладеша являются носителями этой последовательности И имеются также важные защитные последовательности Которые расположены на 12-й хромосоме И которые всегда являются последовательными от неандертальцев И носителями которых являются от 25 до 30% основных популяций в евроазиатском регионе Таким образом, если теперь посмотреть на вирус попиломана И на его коэволюцию Среди различных типов Которых порядка 100 Мы можем в основном сконцентрироваться на вирусе ВПЧ-16 Который является самым онкогеном из вирусов попиломы человека И если взять вирус ВПЧ-16 Мы можем увидеть 5 основных ветвей, скажем так, расхождения То есть, африканские, их две Африканская, азиатская и европейская И мы можем увидеть, по сути Что вся коэволюция Похожа Или сосуществует С эволюцией человека Когда, соответственно Проходила миграция Из Африки в Азию В сторону Берингового пролива И в сторону, скажем так Американского региона И если посмотреть На модель Кодивергенции Вирус-хозяин Имеются две модели Первая модель Строгой Кодивергенции То есть, по сути От вируса-источника Происходит специализация, скажем так И образуются различные группы вирусов Специфичные для разных хозяев Либо Имеется Скажем так Дивергенция внутри Скажем так Поскольку в этом случае Мы Можем увидеть Специфический терапизм В организме Хозяина С дивергенцией Скажем так Внутри определенного Группа организмов Другими словами Будет превалировать В основном Идентификация Специфических Последствий И в итоге В итоге Вирус потом Сможет распространяться Уже на другие Виды Произошло Порядка 27 миллионов лет назад Когда у нас Прошла Спецификация Когда мы Получили Скажем так Специфичество По группе 19 Соответственно Вирус Изменил Сущефикацию На других Приматов От человека И здесь Мы видим Различия В нише Во-первых Различия Между Разными Экосистемами И затем После этого В группе Слизистой Имеется Разная Спецификация Между Приматами И другими Скажем так Приматами Нечеловекоподобными Что-то У меня Какая-то Проблема Возникла Извините И Посмотреть На различные Распределения Скажем так Разных Типов Вируса Можем Видеть Что в Африканском Регионе Мы будем Наблюдать В основном Типы Б и С И если Переместиться Из Африки В евроазиатский Регион Мы увидим В основном Тип А Который Сделается На А1-3 И на А4 И теперь Если Посмотреть На Расхождение По Времени Мы Увидим Что Такая Диургенция Между Африкой И Азией Происходила Порядка Пяти тысяч Лет Назад Однако Различная Специализация Между Африканскими И евроазиатскими Видами Произошла Через Много Лет После Эти Этого И Есть еще Один Очень важный Момент Что Такой Вот Кодивергенция Следует Скажем так Тенденциям Которые Мы видим У наших Общих Предков И важно Сказать Что От Арктичных Пришло Перемещение От Арктичных Комедит До Гоминида И Мы Видим Также Коэволюцию И ВПЧ ВПЧ В Пре В Пре Раков Раков Клетках Которые Не поддерживают Вегетативный Жизнный Цикл И Вирусоцированные Трансформации Не Не Улучшают Скажем так Выживаемость Попилома Вируса Вместо Этого Фенотип Который Участвует В Улучшении Выживаемости Вируса В основном Адаптируется К специфической Экологической Нише Поддерживающей Так Продукцию Вируса И что Мы делаем В нашей Лаборатории Мы в основном Концентрируемся На Специфической Трансформирующей Активности ВПЧ-16 В области Онкогена Е6 И Взаимодействие Е6 С Е6 Ассоциированными Белками И Этот комплекс Инактивирует П53 Посредством Убегирования Виквинации И С другой стороны Как Е6 Трансактивирует ТЕРТ Белок ТЕРТ И в частности За счет Прямых Или непрямых Механизмов Взаимодействия С промотором ТЕРТ Но вот что Очень интересно И то что Мы выявили Что В В некоторых Клеточных Линиях Отсутствует Прямая Корреляция Между Уровлем Экспрессии Е6 Например В Линии ЕС И И Также И И И И И Это Связано Не за счет Функциональной Инактивации Посредством Е6 Но это Связано Со Специфическими Мутациями Мутациями Промотор ТЕРТ Таким образом Очень важно Понимать Механизмы Убиквитилинирования П53 В частности За счет Взаимодействия С Е6 И с Е6 Ацированными Белками И как Они Взаимодействуют С С П53 И Активировать Убиквитилинирование Почему? Потому что По сути Мы можем Вмешаться В этот Механизм Используя Различные Подходы Например Мы можем Использовать Малые Молекулы Такие Как С 14 И в этом С 14 Способна Уменьшить В концентрации Трисаномоле Активность Е6 И В этом Случае Мы получаем Некоторую Часть Е6 Ацированного Протеина Который Связан И То же самое Происходит С другими Молекулами Например СПД-12 Которая Способна Скажем так Восстановить Или спасти Если хотите Активность П53 И По сути Затем Заблокировать Репликацию Клесо Клеточных Линий Трансформированных Клеточных Линий В частности ССЛ Клеточных ПЭП-11 Мутированный Теряет Способность Связываться С СССР И Соответственно Сохранять Активность П53 Соответственно Какой Можно Сделать Вывод Изучение Изучение Эволюции И Коэволюции Подразумевает Также Понимание Не только Механизмов Трансмиссивности Или Тяжести Заболевания Но Также И Процесса Трансформации И Возможности Взаимодействия И Прекращение Или Некоторым Образом Излечения Или Лечения Такого Типа Процессов И Позвольте Мне поблагодарить Вас За Внимание Спасибо